Ну что, друзья, соскучились, наверное, о различных безумных новостях с территории, именуемой Российская Федерация. Да, она не дает скучать. Открытие самого большого храма вооруженных сил, который сам по себе ужасающий, совершенно диким интерьером и неподобающей мозаикой, которую кто уже только не обсудил. Вот так выглядел эскиз этой мозаики. Основные лица государства – Патрушев, Лавров, Шойгу, конечно же, Владимир Путин, без Димы, без Медведева, в толпе людей с лозунгами «За Родину и Крым наш». Впереди стоящие с оружием автоматчики. Все это, господа, вы не поверите, на самом деле в храме, то есть в Доме Божьем, то есть там, где принято призывать к миру, к милости, где должна быть какая угодно риторика, но только не военная. На двух сторонах создают две мозаичные иконы. На одной своих вождей или тех, кого, видимо, выбрал вождь, кстати, Валентина Матвиенко тоже там же красавица, а на другой стороне, так сказать, полководцы Великой Отечественной войны, ну и, конечно же, на фоне портрет Сталина куда же без него. Это до такой степени отвратительно и безвкусно, что даже комментировать я это не взялся. Но это понятно любому человеку. Я прочитал несколько десятков комментариев в Твиттере и не нашел ни одного человека, даже позитивно настроенного к Путину, который бы написал, что это сделано правильно. То есть даже самые последние идиоты понимают, что их безумие уже не знает никаких границ. И вот как раз на открытии этого самого главного страшного храма войны патриарх московский и всея Руси Кирилл без малого просто взял и поздравил людей с началом войны. А вот его фраза. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю. Он поздравляет людей с началом войны. Эту дату во всем мире отмечают, ну в лучшем случае, как одну из самых трагичных дат в истории. Это было начало огромной бойни, унесшей больше 50 миллионов людей по всей планете. А в России с этим днем поздравляют. С жертвами вас, с погибшими дедами и отцами, с праздничком, ребята. Возрадуемся, выпьем. За упокой или за здравие. В общем, полный бардак в голове у этих граждан. Люди до такой степени уже зазомбированы потоком ничего не говорящих слов, что им вот абсолютно все равно, что несут эти идиоты. И что они делают? На что расходуют бюджетные деньги? Чем вообще в этой жизни занимаются? Россия бьет антирекорды по количеству зараженных. И несмотря ни на что, они устраивают парад для того, чтобы в очередной раз выглядеть полнейшими идиотами в глазах остальных. Для чего они это делают? Ведь парад – это демонстрация для кого-то. Не для самих себя, для кого-то. Но давным-давно они не внушают ни уважения, ни страха. Для чего же они продолжают из раза в раз это делать? Если вы думаете, что ответ на этот вопрос очень простой, ну, то есть все они идиоты сошли с ума и делают, что хотят, нет, господа. Здесь все несколько серьезнее. Когда-то я помню, что в моей заочной полемике с Игорем Яковенко я утверждал о том, что Путин навсегда, что Путин не дойдет ни до какого гаагского трибунала. И более того, режим Путина давно сформирован по такому же принципу, как был сформирован коммунистический или фашистский режим. На что Игорь Яковенко тогда ответил, не только мне и всем остальным, что, дескать, не совсем это так. Да, сплоченность, да, все 14 показателей фашизма налицо, но, дескать, идеологии не хватает. Вот при коммунистическом режиме была идеология, абсолютно четкая, ее придерживались, ее навязывали, а при путинском режиме нет никакой идеологии. На мой взгляд, идеология есть, она все больше принимает отчетливые формы, и я все больше вижу, как умные люди пишут с тревогой, что Россия стремительным образом все-таки приближается к новой очередной войне. Идеология России – это идеология войны. И, как уже было сказано, великая победа поставлена на место краеугольного камня, от него и пляшут. Шествие всех этих бессмертных полков, безумное празднование парадов, беспрерывная истерика на телевидении, в кинематографе относительно темы войны, говорит давным-давно, что в России это не просто тема, в России это часть религии, это культ, культ войны. Вот культ войны и есть идеология современной России. Они строят храмы в войне и вооруженным силам. Они молятся на войну. У них дети одевают военную форму и с удовольствием маршируют, распевая военные песни. Это в 21 веке. Никто даже из здравомыслящих не готов открыто высказывать свое недовольство. Попробуйте где-нибудь на социальных страницах заявить даже своим бывшим друзьям, пожалуйста, не присылайте мне никаких георгиевских ленточек и не надо меня поздравлять с 9 мая. Это не праздник. Для меня существует 8 мая, день скорби, а 9 мая, если для вас война, это праздник, ребята, мне жаль вас. Попробуйте ответить так своим друзьям, и вы увидите, как они будут бесноваться и орать, говоря о том, что в тебе нет ничего святого. Ничего святого. Понимаете, да? На какой уровень религиозного экстаза поднята тема о войне. Россияне все пропитаны этой темой, каждый из них пытается найти хоть кого-нибудь в своей семье, кто был причастен, и не дай бог не одеть георгиевскую ленточку, значит, не быть таким же, как все, и не дай бог в этот день не почувствовать какого-то торжественного трепета, ведь вся страна ждет именно этот праздник в течение всего года. Так что идеология, культ войны в России вполне сформировался. Я не знаю, есть ли еще какая-то страна, которая строит храм в войне и молится тому, чтобы, наконец-то, война снова пришла на эту территорию, и, наконец-то, они всем показали, на что они способны. Как кто-то сказал, чем быстрее падает рейтинг Путина, тем агрессивнее становится политика России. Знали ли те, кто воевали на той войне, что когда-нибудь с 22 июня будут поздравлять их внуков и правнуков, не кто-нибудь, служители церкви, Христа, которые должны быть первыми и самыми яростными пацифистами из всех? Пусть Господь преклонит милость свою над Отечеством нашим, над народом нашим и нашими вооруженными силами со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю. Субтитры создавал DimaTorzok